Приветствую вас, давайте мы с вами поработаем сейчас над вашим текстом, который вы им написали и попробуем, собственно говоря, помочь вам в разрешении ваших проблем. Значит, вы пишите, помогите пожалуйста советам, понимаете, здесь сразу возникает такая ошибка, потому что психологи не советуют, психологи не дают советов, психологи только рекомендации. Дают, вот, поэтому если вы обращаетесь за советом, то я боюсь не совсем по адресу вы обращаетесь, вот. Посоветовать вам может точно с таким же успехом ваша подруга, ваши родные люди могут посоветовать, а психологи все-таки это принципиально другая история, поэтому я не думаю, что мы можем вам советовать. Дальше. Дальше. У меня с мужем каким-то образом получились очень сложные отношения. Ну, Аня, знаете, я бы не сказал, что у вас прямо каким-то образом получились сложные отношения, я бы сказал, что скорее всего, скорее всего, сложные отношения у вас получились именно по той достаточно простой причине, вот, что вы стали думать больше о себе и меньше о нём самом. Понимаете, да? То есть, стали вы больше думать о себе, стали вы больше стремиться к удовлетворению своих потребностей, вот. Но не к мужу. Вот. То есть, и именно в этом, на мой взгляд, и заключается основная проблема, основная беда. причина, по которой вы фиксируете изменения в отношениях с вашим мужем. То есть, вы, конечно, можете мне не верить, но, как правило, работает с этим именно так. По сути, вся ваша ревность, которую вы описываете, имеет причины в неуверенности в себе. То есть, вы в себе не уверены, и как результат, как следствие у вас такие вот сложности и проблемы появляются. Другое дело, что запустило процесс неуверенности в себе. Это уже совсем другая история. Дальше. Броче говоря, я стала женщиной невротичной. Ну, то, что вы называете себя невротичной женщиной, это, конечно, достаточно самокритично, то, что вы себя так называете. Вот. Но, позвольте несколько под сомнение поставить тот факт, что вы являетесь невротичной женщиной. По крайней мере, тот факт, что вы считаете себя невротичной женщиной. Вот. Позвольте поставить несколько под сомнение данный факт, потому что, ну, неврот, если это действительно неврот, он вряд ли развился у вас только в отношениях с мужем. То есть, скорее всего, предпосылки для этого уже были раньше. Просто вы, ну, наверное, не замечали их. Наверное, вы предпочитали не видеть этого. Наверное, вы предпочитали закрывать глаза на этом. Ну, возможно, возможно. Возможно, есть ещё какие-то причины, возможно, есть ещё какие-то моменты, вот, о которых вы здесь не пишете, не описываете. Вот, ну, ещё раз повторю, невроз, да, если это действительно невроз, не появляется просто так, не появляется на равном месте невроз. Невротические, ну, невротические реакции сами по себе просто так не возникают. Вот, поэтому давайте искать предпосылки, как бы. То есть, если вот, если у вас действительно есть основания, к примеру, да, полагать, что имеет место быть невроз, то у него должны быть причины, у него должны быть основания. Вот. У невроза. Вот. Так что, давайте, эээ, будем тогда исследовать, давайте тогда, ээ, будем смотреть, эээ, собственно говоря, эээ, что у вас происходило в жизни. Вот, и, будем это исследовать. Ревную его к каждому столбу, эээ, закатываю истерики, жутко ревную к его маме, и вообще с ней, у меня теперь всё очень плохо, я принимал успокоительную. Ну, эээ, по-видимому, эээ, вы просто-напросто потеряли себя, по-видимому. То есть, по-видимому, вы, эээ, скажем так, эээ, ну, забили на себя, грубо говоря, грубо говоря, грубо говоря. По-видимому, вы, эээ, просто стали, эээ, чересчур и слишком жертвовать, эээ, собой. Чересчур и слишком вы стали, эээ, приносить себя в жертву, эээ, ну, к примеру, там, ээээ, семье, да. Вот, к примеру, вы, эээ, стали это делать, ээээ, насчет, ребёнку, вот, то есть, вы стали приносить себя, эээ, ну, в жертву, эээ, ребёнку. Вот, вы, ээээ, по сути, ну, я так думаю, что, ээээ, совсем перестали о себе заботиться. Вот, вы совсем перестали о себе думать, вы совсем перестали, ээээ, что-то делать для себя. Возможно, возможно, у вас, эээ, были к тому основания, возможно, у вас были к тому, ну, были для этого причины, возможно, причин не было, вот. А, ну, факт остается, на мой взгляд, эээ, фактом, что, на, на ровном месте, эээ, подобные истории не возникают, вот. Друзья, у этого всегда есть какие-то причины, вот. Поэтому, тут я предлагаю вам, конечно, опять же, это по исследованию, по исследованию. Дальше, значит, так, эээ, дико в себе не уверены. Ээээ, смотрите, ну, неуверенность свою, которую вы описываете, да, она ведь, ээээ, тоже, от чего-то взяла. Условно говоря. То есть, если вы, эээ, чувствуете, что не уверены в себе, значит, ну, наверное, на то есть причины. И, с одной стороны, эээ, это может быть, как, обесценивание, ээээ, того, что, важно вам. А с другой стороны, это может быть, обесценивание, ну, в частности, того, что вы, к примеру, ээээ, считаете для себя, важным, считаете для себя значимым, считаете для себя, критическим. И так далее. Это, такой момент. И, эээ, другой момент заключается, эээ, в том, эээ, помимо всего прочего, эээ, что вы, возможно, просто-напросто не делаете ничего такого, ээээ, что давало бы вам, к примеру, ну, адекватную обратную связь. Вот. То есть я, опять же, опять же, да, я в этом, эээ, не уверен, безусловно, но мне ситуация видится именно, именно такой, именно так, мне ситуация видится именно так. То есть вам, эээ, опять же, вы потеряли, по сути, какой-то вот свой собственный смысл жизни и перестали делать, эээ, к примеру, перестали делать что-то для себя, самой. Вот. А это, это неприемлемо, абсолютно. Самое, что вот, когда вы, эээ, ну, в тот момент, когда вы перестали что-то для себя делать, но в этот момент вы, по сути, и вступили на этот путь, на путь неуверенности в себе. Эээ, что, может, можно вам сказать? Ну, вообще, эээ, ревнивый человек, то есть человек, который ревнует, да, он, вообще говоря, эээ, боится одиночества, достаточно, сильно. Вот. Человек, эээ, такого плана, эээ, как правило, эээ, значит, не уме, не, не, не чувствует себя. Да. Значимым. Вот. Сколько-нибудь, значимым. То есть значимость такого человека определяется, эээ, другими людьми. Вот. Ну и, собственно, эээ, имеет место быть обесцениванием себя. Да. То есть это вот на таком пацанатном уровне есть ощущение, что я какая-то не такая и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и плюс, конечно, еще, эээ, имеет место быть, эээ, ну, сравнение, эээ, себя с другими людьми. Вот. То есть вы склонны сравнивать себя с другими людьми, вот, что, эээ, что, на мой взгляд, является, эээ, таким, знаете, ну, что, приветом, да, из детства. Вот. Вот. То есть это вот, эээ, такая привычка, она досталась вам, от родителей, родителей, сравнивать себя с другими людьми. Вот. Эээ, эээ, данные факты, они, в общем-то, довольно общие, потому что, ну, вы мало предоставили о себе информации очень. Вот, эээ, чтобы нам о чем-то говорить конкретно, конкретно, к сожалению, поэтому только вот такие общие моменты я вам сейчас даю. Эээ, дальше, эээ, значит, хочу либо вернуть его любовь и жить как, и жить в мире любви, либо, либо развестись и не страдать. Эээ, так, ну, смотрите, эээ, по поводу страдания, по поводу страдания. А вот эта история следующая. Значит, возвращать, эээ, любовь, на данный день ненужен, эээ, человек. Вот. В том смысле, что, если у него любовь есть, то она у него есть, если её уже нет, то её, её уже, в принципе, и нет, и, ээээ, и нет её, и уже не будет. Вот. Скорее, ну, как правило, как правило. То есть, если любовь ушла, то её уже не вернуть. Вот. Поэтому, эээ, то, что вы говорите, да, вот, либо вернуть любовь, либо развестись, по сути, это всё, эээ, на мой взгляд, это всё история про, ну, про вас эта история, про то, что вы хотите. Это история про, эээ, то, что вам нужно. Это история про, эээ, ваши потребности. То есть, вы говорите, эээ, про себя. Вы говорите про, свои какие-то желания. Вот. Но, что примечательно, вы не говорите про, своего, эээ, мужа, да, вы не говорите про то, что нужно ему, про то, что нужно, собственно, ваш, вашему мужу. Вот. Вы об этом ничего, ничего не говорите. Вот. А ведь это очень, на самом деле, такая важная история, потому что, эээ, если у вас к нему есть любовь, именно у вас, если к нему есть любовь, что вы будете беспокоиться о нём. Вот. И, и, и возвращать вы будете не его любовь, потому что это, эээ, ну, к примеру, да, то, что, ну, то, что нужно вам. А вы будете стараться сделать, эээ, к примеру, счастливым его, своего, своего мужа. Вот. А это уже несколько другая история и несколько другой момент. Вот. Поэтому любовь вы хотите вернуть для чего-то. Ну, для чего-то, для себя. Вот. Вот вы в чём вынуждаете. И, соответственно, я спрашиваю вас, да, я спрашиваю вас, а в чём вынуждаете? То есть, чего вам не хватает, что вам нужно, ну, чего вы боитесь, к примеру, если вы боитесь, конечно. То есть, ну, может быть, вы боитесь, там, одиночества или, там, чего-то ещё. То есть, первоначально нужно именно убрать ваш страх, первоначально нужно именно раскрыть ваши страхи. Потому что сейчас они очень сильно влияют на вас. Дальше. Либо развестить и не страдать. Ну, на самом деле, если у вас действительно невроз, то страдать вы будете так и так. Вот. Это нужно понимать. Если у вас невроз, то страдать вы будете таким или иным образом. Вот. И, соответственно, проблема не решается. К примеру, разводом. Вот. Напротив, ваша готовность развестись, она лишь говорит о том, что вы, вероятно, к своему мужу в некоторой степени относитесь. Потребительски. Вот. Это не обвинение в ваш адрес. Это, скорее, как бы, констатация факта, ну, того факта, констатация того факта, что вы не удовлетворены. Что вы не чувствуете себя удовлетворены. Вот. Понимаете? И, возможно, возможно, вам нужно посмотреть, возможно, вам нужно посмотреть на то, в чем вы не удовлетворены. И подумать как следует на тему того, как бы вы могли себя удовлетворить. Удовлетворить свои желания. Вот. Для этого нужно понять, что именно является причиной вашей ревности. И откуда, соответственно, она берется. Я надеюсь, что данный момент вам понятен. Дальше, значит, потому что страдать буду ужасно. Вот. А из-за чего вы будете страдать? Вот подумайте. Вы боитесь боли. Да, вы боитесь боли. Ну, у вас есть страх боли. Вот. Подумайте, чего именно вы боитесь? Подумайте, от чего именно вы будете страдать? Действительно ли вы будете страдать? Вот. То есть это вот те истории, те моменты, на которые вам нужно обратить свое пристальное внимание. Самое. У меня ребенок маленький был, как у психолога, вообще бесполезно. Но, опять же, очень многое зависит от того, чего вы ждете от психолога. Чего вы ожидаете от психолога. И что вы готовы делать сами. Потому что за один, например, раз за одну консультацию, например, с психологом, вы не сможете добиться каких-то таких ощутимых результатов. К сожалению. Вот. Ну, потому что это требует более длительной работы. Вам нужно довериться человеку. Вам нужно привыкнуть даже к человеку. И только тогда у вас что-то получится. Вот. Поэтому тут очень важный момент. Да. А, да, все. Ну, что? Так. Город небольшой, больших специалистов нет. Веб-камера у меня тоже не нужна. Я не знаю, куда мне обратиться. Сюда на сайт. Выбирайте себе эксперта. Начинайте работать. Коману не отправляются. Могу наделать глупости. Поэтому хочу как-то спасти от этого состояния. Мне очень плохо. Знаю, что надо полюбить себя. Заняться ребенком все такое. Но не все так просто. Не хочется жить просто. Ну, ничего. Нет. Мы вам поможем. То есть тут главное ваше желание. А мы вам поможем. Вот. Я думаю, что очень здорово, что вы обратились к нам на ресурс. Очень здорово, что вы, значит, все-таки решились обратиться. Вот. Но, тем не менее, нужно... А теперь, чтобы вы сделали следующий шаг. Чтобы вы выбрали себе эксперта и начали работать. По факту. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго. Всем пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok